Всем привет! Меня зовут мистер Ченнинг и у меня есть мотоцикл мечта Harley Davidson Road King Classic 97 года. Ни для кого уже не секрет, что всеми нами, вами, любимой компанией Harley Davidson, у них появилась парочка моделей, радикально отличающихся от классических в нашем понимании мотоциклов Harley Davidson. Это, естественно, модели, о которых только ленивый не говорил. Это модели Pan America и Sporster S. Pan America представляет собой такой, знаете, тяжелый, брутальный Enduro, а Sporster S, ну, даже не знаю, к какому классу можно это отнести. Я специально не смотрел ни одного обзора ни на Pan America, ни на Sporster S. Всю информацию сегодняшнего видео я собрал с иностранных источников, дабы случайно никого не скопировать. На самих этих моделях сегодня останавливаться не будем. Я хочу более детально рассмотреть сердце этих двух мотоциклов, этих двух радикалов, так сказать, а именно новый мотор Revolution Max 1250, который не похож на все те моторы, которые ранее выпускались компанией Harley Davidson, но за исключением, наверное, Verodo и Harley Davidson 3750, если можно так сказать. По сути, этот мотор не особо революционный, так как за концепцию взят, скорее всего, взят мотор от V-Rodo, и мощность сегодняшнего мотора составляет на Sporster S около 120 сил, на Pan America он несколько мощнее, там порядка 150 сил. В обоих мотоциклах мотор имеет одинаковый объем 1250 кубических сантиметров, и является силовой частью мотоцикла, то есть частью силовой конструкции мотоцикла. То есть он несет на себе реально нагрузку, помимо того, что он тащит всю эту адскую повозку, он еще и усиливает и скрепляет вот эти вот все элементы. Что же мы видим? Это V-образный мотор жидкостного охлаждения с углом развала цилиндров 60 градусов. Угол развала непривычный нам Harley-водам, сектантам в 45 градусов, а именно 60. Это связано с тем, что инженерам необходимо было больше пространства, чтобы запихать хитрый пускной дроссель с двумя заслонками. То есть каждому цилиндру досталось по отдельной заслонке, и пуск, можно сказать, стал похож почти как на магнете Морелли. То есть все идет вот с тех времен. То есть на магнете Морелли каждому цилиндру своя заслонка, и тут они то же самое сделали, но единственное, что здесь прям дроссели, они реально прям разнесли вот эти вот заслонки, прям вот конкретно все, чтобы увеличить, максимально увеличить производительность мотора. Такое расположение дросселя позволило идеально разместить 11-литровую воздушную камеру над двигателями, так понимаю, это там, где живет воздушный фильтр, объем которой, естественно, оптимизирован для работы двигателя. Воздушная камера сама изготовлена из стеклонаполненного нейлона со встроенными внутренними ребрами, которые помогают подавлять резонанс и шум всасывания. Шноркель на впуске, обращенный вперед, направляет шум впуска от водителя, и таким образом приглушение шума впуска позволяет преобладать звук выхлопной системы. Но я так понимаю, это идет речь о стоковой выхлопной системе. Жидкостное охлаждение этого мотора спроектировано таким образом, что кроме цилиндра поршневой группы охлаждает еще и масло. Даже в крышке статора сделаны каналы для прохождения охлаждающей жидкости. Это сделано за тем, чтобы максимально снизить вес этой системы и вроде как снизить даже ширину силового агрегата. Но, наверное, одна из самых таких интересных частей – это механизм ГРМ. Каждый цилиндр имеет по 4 клапана, 2 свечи, 2 распредвала, которые приводятся в движение цепным приводом. Хотя незадолго до презентации новых мотоциклов, точнее, новых моторов, вернее, будет сказать, была якобы очень секретная информация о том, что привод ГРМ будет штанговый. В ГРМ добавили систему изменения фаз газораспределения, которая выполнена по аналогии с автомобильной и называется она ВВТ-Ай. Она расширяет общий диапазон мощности, улучшает управление крутящим моментом и эффективность по сравнению с тем же двигателем с фиксированными фазами газораспределения. Данная система, она управляется электроникой. Там не механическая, а там вот все завязано на электронике. И обеспечивает регулировку впускных и выпускных клапанов в диапазоне 40 градусов от показаний вращения коленчатого вала. Электроника в данном случае позволяет на основании показателей частоты вращения коленвала, величины, открытия дросселя и других данных настроить оптимальные фазы работы ГРМ. Также можно отметить тот интересный факт, что фазы ГРМ при остановке мотора устанавливаются таким образом, чтобы максимально облегчить запуск мотора. Своего рода, знаете, чтобы работал как декомпрессор. Также в механизме ГРМ установлены практически всеми любимые гидрокомпенсаторы. О недостатках и преимуществах которых, я думаю, что рассказывать не нужно. Система смазки с сухим картером выполнена по аналогии, если можно так сказать, с бигтвинами, что позволяет или, наверное, позволяет снизить потери мощности, которые могут быть вызваны тем, что та или иная деталь, проходя через масляную ванну, имеет гидравлическое сопротивление. То есть позиционирование этой системы инженерами, оно именно вот такое. Сам маслонасос оснащен какой-то хитрой сеткой, способной фильтровать мусор на протяжении всего срока службы мотоцикла. А еще маслонасос вроде как предназначен для создания чуть ли не разрежения в картере, не давления, а разрежения, что, опять же, возможно, дополнительно снижает внутреннее трение в моторе. Подача масла к коренным подшипникам и шатунным подшипникам осуществляется через центр коленчатого вала, конструкция которого обеспечивает давление масла в 4-5 атмосфер, что, опять же, возможно, снижает паразитные потери вот этих вот мощностей при высоких оборотах. Про трансмиссию можно сказать только то, что, наверное, она шестиступенчатая, живет в одном блоке с остальными частями мотора, ну, в принципе, как на японских мотоциклах. Поскольку система смазки мотора не совсем стандартная, трансмиссия полностью не погружена в масляную ванну, что, опять же, должно снижать потери мощности на преодоление гидравлического сопротивления масла. Ну, и еще в релизе говорится о том, что инженеры максимально облегчили вес деталей трансмиссии. Сами мы сразу понимаем, облегченный вес, скорее всего, что меньше будет у них ресурсов. При проектировании данного мотора инженеры постарались максимально его облегчить, и, например, по мере разработки конструкции шестерен стартера и приводных шестерен распределительного вала, инженеры удаляли материал, чтобы облегчить эти компоненты. Не знаю, насколько это эффективно, а главное, насколько долговечны будут вот эти данные решения. Кроме того, в моторе отсутствуют привычные нам гильзы. Их заменили цельные алюминиевые цилиндры с гальваническим покрытием поверхности, из карбида кремния никеля. Вот, карбид кремния никеля, что-то какое-то прям, ну вот информация такая в интернете. Ну и как вишенка на торте, дабы максимально осложнить конструкцию мотора, инженеры оснастили его двумя балансирными валами. Первый расположен, можно сказать, стандартно в картере и гасить вибрации коленвала, шатунов и поршней, а второй балансир расположен в передней головке блока цилиндров между двумя распредвалами и как бы дополняет работу, перво окончательно убирая вибрации. К большому сожалению, я не смог найти изображение коленчатого вала, но скорее всего, что он, как и на выроде, оснащен привычными всем вкладышами, а не подшипниками, как я сказал ранее. В итоге, инженеры, а заодно и маркетологи, разработали современный технологичный мотор, который будет радовать пользователя хорошими показателями мощности и крутящего момента. В то же время, мотор получился максимально сложный, как с точки зрения механики, так и с точки зрения электроники. Если говорить про электронику, то, наверное, по количеству датчиков на каждый узел мотора этот мотор вообще побил все рекорды. А так как количество датчиков значительно увеличилось, значит, по теории вероятности и увеличился шанс выхода из строя любого из этих компонентов. Понятно, что современная электроника достаточно надежна, но все-таки в угоду экологии и оптимизации характеристик мотора на различных режимах инженеры сделали просто современный мотор, большой ресурс и ремонтопригодность которого под большим вопросом. Ну, надеюсь, вам, как всегда, было полезно, познавательно и интересно посмотреть данное видео. Скорее всего, я что-то в нем упустил, поэтому с радостью жду ваше дополнение в комментариях. Ну, а сегодня с вами был мистер Ченнинг. Всем спасибо за внимание, будьте здоровы, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok